Интересно, Анастасия могла бы украсить следующий фильм Фархата Шарипова? Между прочим, его лента поборется за награду на 41-м Московском кинофестивале. Московский международный кинофестиваль – один из старейших в мире. Режиссеры со всего света присылают свои работы в надежде выиграть главный приз – золотую статуэтку Святого Георгия. А в жюри были такие легендарные личности, как Ричард Гир, Люк Бессон и даже дочь Чарли Чаплина – Джиральдина. В этом году фильм «Тренинг личностного роста» казахстанского режиссера Фархата Шарипова поборется за главный приз на Московском международном кинофестивале. Соперниками ленты станут картины из 13 стран – Италии, Франции, Японии, Ирана, а также три российские картины. Так вот, моя цель здесь – дать вам свое имя того, что реально происходит. Фильм «Конкурсант» рассказывает историю клерка, перед которым встал вопрос, нередко возникающий перед каждым из нас – променять свою совесть на деньги или остаться с чистыми помыслами, но с пустыми карманами. В этом фильме нет тоя, избитых фраз, только реалии взрослой жизни, не иначе. То, когда человек осознает, что он все-таки смертен, и что жизнь, она все-таки прервется, и ее осталась меньшая половина, и тогда начинается какая-то паника, уныние и апатия. Возможно, именно жизненностью своего сюжета лента привлекла внимание кинофестиваля. Кстати, работа Фархата Шарипова – не первый казахстанский фильм, представленный на показе. В 2015 году картина «Шлагбаум» режиссера Жасулана Пашанова завоевала награду за лучшую мужскую роль. Награжденный актер, кстати, Ирки Булан-Дайиров. Субтитры создавал DimaTorzok